так ребят кажется хэппич решил доиграть а чё за фигня то надо стримить тогда не думал я что хэппи будет доигрывать не знал но это уже ничего не решает не знаю почему решили доиграть возвращайтесь все назад на фиг у нас файл и грандфайл а чё сэмбатлова а на 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, спасибо всем, что возвращение идет. Давайте посмотрим, решил Хэппи, наверное, так, для стрима, для фанатов отыграть вместе с Дрогой. Или, может, по рекламенту надо все отыграть? Я не без понятия, ребят, почему. Почему они решили так сделать? Так, нельзя я рестримить не буду, потому что тогда звука не будет. А без звука как-то уныло, так хоть людей слышно маленько. Ну что, пытается Хэппи тут, типа, как с минками он до этого делал, с паком, но здесь готов абсолютно Дрога, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующую игру я сам зайду просто. Ну что, Дрога все лучше намного, чем у Хэппи. Если дальше будет, то все печально. Если кто-то откажется, от чего, я не понял. А как кто-то может отказаться, если они все уже на лане, там, смысл? От кому-то там, от чего-то отказываться. Есть только Хэппи, кого-нибудь там ночью из первых трех мест поймает и... Сделает ему просто Харакири императорская, только... Точнее, по его просьбу Харакири делается самому себе. Ну, Хэппи поможет только так. А как еще откажется, о чем ты говоришь? Нет, здесь таких чудес не будет, к сожалению. Ну что, 64-46, посмотрите, по лимиту. 105-69 пульс Дрога. Тут еще Дрога надо выиграть, е-мое. Чтобы кто-то даже отказался бы, например. Ну, то нигде не будет ни от чего отказываться, это абсолютно очевидно. Ну, короче, ситуация для Хэппи не очень сейчас складывается. Да какой слив игры? Это я предполагаю. Может быть, там и была игра. Хотя стрима я не видел лично. И Magic говорит, что стрима бомберспаком не было, что мне кажется странным, например. Вот он мне надписал сейчас. Вот. И очевидно, что если стрима не было, то что-то подозрительно как-то. Не знаю, видел ли кто вообще. То есть, может, там бомбер вообще не играли-то особо там. А, Ривкин стримил. Ну, может и был, да. Там Еврик задонатили. Кто кого дестабилизаторами покрошил. Там Пак выиграл. Просто Хэппи Пака вообще развалил, как бы, получается, две игры. Ну, там билдом чистым. Как бомбер может слить Паку, я просто не понимаю. Мне хочется верить, что так. Ну, и не факт, что там что-то было. Но я говорю, что я уверен, что они знакомы. И там это изи, можно так сделать. На ВЦГ это всегда так происходило. И корейцы там друг другу помогали из группы выходить. Это нормальное вообще явление. То есть, не удивляйтесь, что там это прям вот. Это вполне нормально. Почему? Потому что, ну, если ты знаком с кем-то, все это недоказуемо просто. Это тяжело как бы сделать. Ну, нельзя заставить игрока, когда он... И вообще кого-либо заставить делать что-то хорошо, например. Либо ты делаешь хорошо, либо так же и здесь. Так, 145. Прилетает Хэппи. Пошли Либераторы в раскладку. Здесь Пак не очень-то готов. Либераторы наносят дэмэдж хороший. Куда-то там варпятся пси-штормовики. Непонятно, куда они там варпятся вообще. Здесь приходят Колоссы плюс Адепты. Либераторов здесь достаточно. И, кстати, у Дрога и Либераторов-то... Ну, хотя нет, вот Сталкеры пришли. Сталкеры, конечно, выбьют. Но, посмотрите, Колоссов успел там Хэппи Либераторами поубивать. Как они напуляли этим Колоссом, а? Хороший размен для Хэппи сейчас. Я не знаю, есть там задержка. Сейчас. На стриме или нету. Нужно в следующую игру обязательно ворваться в бой. Да нет, всё правильно, всё правильно. Чтобы нельзя было подстроиться, нужно отыграть. Когда зависит не от тебя, всё уже не надо там что-то там винить. Играл бы нормально Хэппи от него. Зависело всё от него, и всё было бы замечательно. Ну, а так как слился сам, что тут поделаешь? Там Бомбера, Пака. Может, Пак действительно Бомбера выиграл. Я не знаю, почему он не мог его выиграть. Бомбер показал, что он не так силён. Его много кто обыграл. Файр Кейк. Ну, я увижу, когда ГГ. Я просто хочу в следующую игру заскочить. Как бы она скоро будет по ходу, потому что уже тут Хэппи выдвигается. Гальца. Ну, что, приходит Хэппи. Смотрите, сколько либераторов. Не так-то просто Паку сюда и ворваться. Таймварп там на рампу будет врываться. Нет, не может ворваться, а потому что и некуда. Четыре гейта Хэппи отключил, но либераторов нужно обязательно прикрывать. Позди, позицию занял Хэппи. И всё, попробуй сюда зайди. Там пиу-пиу происходит просто жёсткий. Хэппи всё минусует. Сейчас в мясо сейчас просто. Так, Блэк Тэмплар по поводу чего Хэппи мне ответил. 150-180. Нет, здесь минус Дрога сейчас. 2-2 у Дрога готова. У Хэппи пока нет. Но скоро и у Хэппи будет готова. Штормы по либераторам, но это бесполезно. 186-137 просто пришёл и убил. Так, Хэппи вне игры, ГГ. Дрога написал. Г, точнее, он написал. Ну, это Г, братишка. Сейчас тебя ещё раз Тавгэ Хэппи порвёт. Продолжение следует... Так, заскакиваю к хэппи еще сейчас. Ну что, готов к хэппи из игры. Давайте хоть посмотрим. Ну, последние... Блин, Старкрафт с глюком долбаным, ё-моё, без звука. Ну и уже невозможно перезайти. А я не проверил, что такая херня. Блин, жесть. Ну ладно, хоть сам покликаю, не знаю. Лучше уж из игры без звука Старкрафта, чем Рестримс. Такой вот, мне кажется. Как задолбал. Кайл пофиксит уже. Нельзя его прямо из игры-то пофиксить как-нибудь? Озвучивать замесы? Ну, братан, слушай, тут как бы... Озвучивать замесы пью-пью. Могу зилка озвучить грелку. Май лайфу фраер. Грелка борода к Уралу. Вот это могу. А больше не буду. Уже тупняк вечерний пошёл. Ребята, 12 часов стрима почти уже. Не почти, уже 12, да. Сегодня. Ну что, строит рабочих в другую хэпище ЦЦ-шка, 14-ая через гейт. Ну, ЦЦ-шка это хорошо в такой ситуации, я думаю. Так, кто меня там обманул? Или не обманул? Magic говорит, что он Base Trade TV смотрел, и там не было пака с бомбером. Хотя, может, и до этого было? Так, Мон. Ну, да, да. Сегодня в этом плане не жалуемся. Спасибо. Сегодня замечательно всё. Ну, извини меня, тут народа почти 3000 людей было, 2900 в пике, как бы давно такого не было. Хотя, я помню, рекорд как раз, стрима моего как раз на игре Happy был давно как-то, я не помню, с кем он играл, 4000 было людей. Как бы, я думаю, такие рекорды ещё впереди, если уровень StarCraft у нас будет расти. Может быть, будет Титанчик тащить кто-то ещё, не знаю, ведь впереди ВЦС, DreamHack, это так, первая проверка, главное, Happy не унывать, а дальше катать. Уровень есть, и это факт, уже не повезло. Что с первыми соперниками, минус мораль? Иван Вейдер Зи, где чувак и баба, это же Base3 TV, где Ривкин и Зомби Граф. Значит, я не туда, куда-то смотрел, походу. Magic? Не знаю, короче, не суть вопроса. Если кто запись найдёт, посмотрите, просто мне интересно, что там за игры были, вот, как там так бомбер слило, удивительно, я бы посмотрел. Здесь что-то с адептами, видимо, будет, бустится варп от Дрога, плюс гейтов добавляет, строится призма, судя по всему, это какой-то ол-ин будет. Такое ощущение, что Дрогу уже пофиг, и он, ну, на, так, на пофиг играет, собственно, пилона нету, здесь сейчас ещё и марики придут, здесь наубивают. Адет вперёд летит, сейчас Happy видит, не стал лезть сюда, кстати, здесь нет ничего, можно было прийти наубивать. Ну, видит Happy прекрасно, что здесь происходит, естественно, он понял, что это такое. Нужно мейн контролить, уходить просто, здесь может быть бункер. Всё, на шарах сливал, даже не сплетил, но там хоть долгие игры-то были, макроигры или какие, я не понимаю. Знаете, почему я подозреваю, что там мог быть какой-то договор? А, понял. Короче, просто если бы даже Happy все игры откатал бы с нулём, все игры откатал бы с нулём, бомбер бы по личной встрече бы вышел. Поэтому было понятно, что можно сливать, как бы, и поэтому у меня возникают какие-то подозрения. Здесь Happy, в общем-то, отбивается от адептов, но как отбивается? Он пока пытается отбиться от адептов. КСН-ки около бункеров остаются, пытаются куда-то там уйти, прийти, не знаю, куда там адептами пошёл процесс. Нет, никуда не пошёл, оставляет их здесь. Здесь стимпак готов у Happy, это ключевой момент сейчас, можно попытаться адептов убить, но даже на стимпаке их тяжело разобрать, потому что счетов нету сейчас, к примеру. Так, приходят адепты. КСН-ка минус, ну а дальше что? Дальше здесь мулы летят. Да, это не стрим Ривкина. Здесь уходит, судя по всему. Да, уходит Дрога, Happy возвращается на добычу своих рабочих. Новые медиваки строятся, но призма с четырьмя адептами висит сейчас и будет врываться. Одно макро, второе не видел. Ну, не, может быть, в принципе, просто Happy две игры не в макро совсем убил пака, может он в макро как раз бомбера и одолел, и всё логично к его, да? С темпачеса Happy бегает зад-вперед, сейчас не может эту призму поймать никак, задолбали его эти адепты. Вот улетает призму, пытается улететь. Здесь мариками пытается Happy поймать, хоть какой-то дэмэдж помочь нанести, но призма прилетает, так что дэмэджа нет. Но вот где контроль, вот Happy, когда он нужен? Где вот контроль? Чё он направил, а кликом, не а кликом, а райт-кликом вот в эту? Да на муве надо стрелять, лететь, есть возможность у либератора такая. Сокращай расстояние, призма медленно летает, гораздо чем этот либератор. Всё, щиты есть, всё, не ушла, ну, ушла, призма не догнал. Как так, спросите вы? Я скажу, хрен знает, как так. Взял Happy не законтролил, либератор прилетает, добыча заблочена сейчас будет, кстати, на второй базе. Раскладывается, ну, тут, кстати, есть откуда подойти, выбить. Подходит сейчас товарищ. Забирает, здесь колосс один, у Happy заходит на щитах. Мариков, фугасы готовы, колосс стоит, тупит здесь что-то. 117.86, у Happy третья ССС-шка строится на хайграунде. Саплай блок гигантский опять какой-то происходит. Вот, был бы здесь либератор, а не здесь, отдал позицию бы, занял бы, стрелял бы, дострелял бы, сколько хочет там, Happy. Отступает домой. Дрога пошёл улынить, по ходу дела, или что? Всё, либератор один разложен, но куда здесь улынить-то эти? Блинк есть, будет на хайграун, заходить, не будет заходить. Здесь уже не пробить Happy в лоб. По лимиту всего 20-ка, разница, это нормальная ситуация, боевого у Happy достаточно много. По два либератора уже он строит. Дрога пытается, третий Никсус, перейти, заказал его. Но у Грейдам печаль, хотя у Happy такая же печаль, ноль-ноль. Где у него вообще инженерка у Happy? Прохлада, вообще инженерки нету. Ну, такой стадий, но это смешно. На самом деле, тут очевидно, что как-то уже на расслабоне, по ходу, катают. Ни одной инженерки нет. То есть, туретки Happy, в принципе, заказать не может, и тем более Грейды сделать. Куда-то Старпорт полетел, это Мисклик, по ходу дела. Куда он летит-то, Хэпич, не заметил. Повёл его, да, случайно, туда. Третья СС-шечка готова, можно вылетать сейчас. Здесь уже три колосса, и один-один заказывает Дрога сейчас. В отличие от Хэпич, которые ничего не заказывали. Все инженерки кончились в той игре с Занстером у Happy, по ходу дела. Лимит на инженерке сегодня исчерпан. Тогда четыре построил, а в этой игре они вот пошли. В этой игре не было пока. Один-один Хэпи заказывает, либераторами вылетают. Так, адепты здесь всё ещё летают, харасят. Четыре штучки, Хэпи 51-57. Парабам всё равно ровно сейчас. Либераторов очень много строится. Био наращивает количество у Хэпи. Здесь четыре колосса у Дрога. Ну, Микс-то, я бы сказал, знаете ли, он не совсем лотовский. Либераторы всё это нормально контрят, если ты от сталкеров защищаешь их. 178-144, либераторы 3 вообще висят, ничего не делают, кстати. Видит Хэпи, что идёт вперёд сюда проц. Либераторов нужно раскладывать, пошла раскладочка. Нужно прикрывать. 140-170, будет сюда врываться Дрога. Он встал так, чтобы либераторы не выбивали. Хэпи перераскладывает наверх сейчас 2. Дальше. И всё равно не достаёт. Вот сюда надо, чтобы поле заходило. Он что Хэпи делает-то, хрен его знает. Ещё один ближе пошёл. По сталкеру дал залп. 150-170, ничего тут такого критичного для Хэпи не произошло. Либераторов всё больше и больше. По 4 штуки строят, то есть Хэпи решил просто унизить. Просто либераторами по ходу дела. Я других вариантов не вижу, что он здесь делает. На Био-то больше тоже прикрытие нужно. Смещается Дрога сейчас, рядом там ходит. Хэпи видит, что он ходит. Вот здесь вообще ничего нету, кстати. Ничего не прикрыто. А если Дрога вот отсюда сейчас быстро бы зашёл, просто и всё. ЦЦ-шка горит, можно бы и вычинить было, конечно. Факта, простите, какая ЦЦ-шка, я уже заговариваюсь. Четвёртый, Нексус у Дрога, 2-2 делаются. У Хэпи Армори 2-2 не заказано. Добавляет Бараков пару штук. Призма всё ещё живая. Вот она, Хэпи поэтому часть юнитов на Мэйне держит от Призмы. Туаретку-то не запилить, а. Летел Дробщик какой-то сюда, вот в четвёртой, видимо, базе. Шторм делается и ЧАРЖ, Блинк, Адептам, Грейт, ЧАРЖ. Всё есть у Протаса сейчас. Но у Хэпи не нужно всё, ему нужны лейбераторы. Протас сам их не контрит сейчас фактически, ничем. Ну и столько лейбераторов делаешь, значит Грейт им на отдых тоже не мешало бы запиливать сейчас. 2-2 Хэпи заказал, у Протаса уже 2-2 готов. Здесь на лом пошёл, есть Шторм. Да, пошёл Шторм. Шторм хорошо попадает. Пилоны сейчас можно выбить и всё, не будет ничего здесь происходить. Ну Хэпи решил, что нафиг пилоны выбивать. Можно, если Нексус выбить. И хрен он чего, а не Нексус выбит. Ну хорошо, хоть Нексус выбил, потерял оба Медивака, весь дроп целиком и полностью потерял. Здесь на Ксилнаге часть юнитов привёл. Хэпи уходи, Штайсу, ё-моё, слил. Ну что значит это? Я не знаю, что это значит, тем более Хэпи продолжает биоустроить. 4-я ЦЦшка полетела сейчас. И так, идёт Протас вперёд. Либераторы раскладываются сейчас. Ну нужно вот сюда прийти. Здесь либераторов нет, понимает. Это, естественно, дрога. Но Хэпи здесь тоже либераторов раскладывает. Так, вошла атака. Пью-пью. Не успевают либераторы сделать. Куда вы по колоссам полетели? Полетел колоссов бить. Долетался. Дрога рядом. Бью достаточно много. Адепты на мэне с призма там пытались сейчас захарасить. Пытался Хэпи Дрога. Здесь приходит, здесь готов. Хэпич получает шторм по голове. Ну всё нормально вроде. Всё цело. Там Архончиков, по-моему, минус ну. Призма жива до сих пор. Да, призма улетает. Как она задолбала. Уже Дрога строит сейчас темпистов. Уже пытается добавить. Пошёл Дрога вперёд. Хэпи не готов. На штормы попадает. На всё-всё-всё. Хороший врыв от процесса. Взял и развёл. Ну это косяк Хэпи. Чё он тут бегает-то? Положи либератор. Поставь теченье либератора. Всё в раскладку. И ничего не сделать будет. Заходит Протс. Опять находит уязвимое место Дрога. Контролит хорошо. АПМ 186. Не такой уж и большой. Так. Даёт всем прикурить либератор. 90 дэмор уже неплохо. Две атаки, что ли, на воздух уже? Да нет. Одна вру... А, 85 изначально, да. Всё правильно. Здесь либератор и дальше от Хэпич тоже ставятся. Сейчас ещё 4 строятся. 160 лимита на 200 фактически. Призма опять. Хара Силамейн. Ну, не особо получилось. Здесь темписты прилетают. Смотрите. Начинают бомбить либераторов. Ну, там по каким-то марикам попадают. Хэпи складывает всё. Ну и что это значит? Ну, Хэпи, да это обороняться-то кто будет? Без либераторов здесь обороны нету. Просто, смотрите, планетарка есть, но обороны на ней нет. Так. Под штормы Хэпич попадает. Прямо в наглую либераторами раскладывается на процесса. Ну и, кстати, под минусую тут немножечко юнитов. Нужно мариками хотя бы заминусовать темпистов. Темпистов контрить нечем. Хэпи-серой либераторов продолжает строить. Упорство-то какое. Да викингов пару, я не знаю, хотя бы что-нибудь, что их отгоняло. Они должны стоять, эти либераторы, просто в обороне. Естественно, они никуда дёргаться вообще не должны. Проблемы гигантские здесь. Адепты какие-то ходят. Призму вроде Хэпи-сбрил. Всё, 200 лимита нету. Четыре темписта минус либератора от дрога. Идёт вперёд Хэпи, на шторм попадает. Шторма очень много. Либераторы раскладываются. Всё равно Хэпи не строит. Ни викингов, ничего. Ну здесь, судя по всему, 1-1 в этой игре сейчас будет. Так как я не вижу, как Хэпи может затащить. Ни гастов ни хрена у него нету. Вылечить мариков нечем абсолютно. Минус тут Ю. Всё краснющее. 125 на 200. Да, дожал всё-таки. Дожал другу. Очевидно, что здесь ничего не сделать. Всё новое и новые темписты ещё подлетают. Сюда вы видите. Пошёл Хэпи вперёд. Либераторами пытаются темписты замесовать. Много здесь шторма. Гасты не спасают. Хэпи по штормам бежит чудненько вперёд. Прямо куча идеально в шторм попадает. Ё-моё. Ну это избиение просто. Юнитов тирановских бедных. Так, ну перезайти в Старкрафт вроде не помогает от звука. Сейчас попробую перезайти в Старик полностью. Я, может быть, успею. Я надеюсь, по крайней мере... Подождите, и вы немножечко. Не, я имею в виду перелогиниться, а не перезайти именно полностью. Успело. Отлично. Со звуком будем смотреть всё. Пошёл инвайт. Да, хэпи не вышел, к сожалению, уже точно. Но решили доиграть они, видимо. Да и на ноль, видите, ни дрога, никому хэпи не получается раскатать. Тоже печально очень. Ну что, решающая игра. Ну хоть 3-2, если сделать хэпи, то хорошо. Ты прям сверх печали. Ну что поделаешь. Лай прошёл, слава богу. Хотя бы кто-то из СНГ вышел. Хэпи не вышел, ничего не поделать. Ну и не поделаешь. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Турнир не последний, да, но обидно за Хэппи, так он готовился. Да ладно, что поделаешь. Надеюсь, Нексус через Гейду, видите, у Хэппи Рипер либо Минки, посмотрим сейчас. Ну, не знаю, мотивация, если была до этого турнира, как бы из-за одного турнира терять мотивацию, то есть, это бред, как бы. Всегда на дистанции скилл проявляется, естественно. На одном не затащил, на другом лучше сыграл, но, конечно, можно расстроиться, но тут вроде как отыграл нормально. Нужно трениться дальше и нужно не в Ладерах Хэппи больше катать, кастомки с кем-то катать. Да я ни на что там не рассчитывал, не стримил Хэппи, потому что... Просто готовился, да и так-то он не часто это делает. Ну что, пустит варп Дрога. Подозрительный очень момент, Робо плюс 2 Гейта, тем более здесь Адептик вперед идет. Минку Дрога спалил сейчас, естественно, не стал туда телепортироваться, Минка бы сразу Адепта убила бы. Робо тайминг очень хорошего Дрога, то есть, ну он готов к Минкам сейчас, естественно. И хотя вот здесь вот не очень он готов к Минке. И здесь можно пролететь, вот с этой стороны, например, дропнуться. Мидивак врывается сейчас в Хэппище, но дропнуться не стал, странно. Влетает опять же, видимо, сюда, на вторую Дрогу Пилон заказывает, абсолютно верное решение. Но в итоге Хэппи ничего не сделал своим Дрогом. Танк Либератор, тут какой-то выход странный будет. Хэппи решил однобазовое царство сыграть, видимо, кофик ему стал уже на то, как он Дрога отыграет, так как уже не вышел. Ну а зачем играть было тогда? Можно было и не играть. Приходит Минка на муле, броф, сейчас заходит. Дрога Минку минуснул, залп по Адепту, теряет Мидивак Хэппи, приятного здесь мало. Подрезает Апсервер, зато с помощью Скана подрезает Марика. ЦЦшечки всё ещё нет, это однобазовый улын сейчас пойдёт. Но одного танка мало на улын такой, вот в чём проблема. Здесь Либератор похарасил, второй строится. Минка здесь есть до сих пор, кстати, Минку можно законтролить, просто взять перекопать сейчас в рабочих. Здесь Апсервера у Дрога нет, он просто не готов на самом деле. Ну что, посмотрим, что за однобазовая тема от Хэппи. Минку можно, кстати, когда Хэппи сюда придёт, вообще, когда Дрога здесь контролить не будет, просто в рабочих вот сюда вот привезти, куда-нибудь сюда направить, и она неплохо стреляет. А что Хэппи вылетел-то? Оборонять пустое место сейчас? Что происходит-то вообще? Складывается, поехал. Минус Апсервера, вот это всё контрится, то, что Хэппи делает, идеально, я не знаю, этими дарками. Приходит Хэппи, так, видите, что здесь происходит, Либераторы раскладываются, танк делает залп, нужно дальше лететь сейчас. Ну, кстати, вытесняет Хэппи сейчас Дрога от второй базы своей. Приходит спокойно абсолютно, Либераторами надо позицию дать занять. Занимает Хэппи, Дрога просто сзади элементарно обходит сейчас. Ну, одного наперёд, другого назад, нужно поставить Либератора, Хэппи, сейчас контроль же ты. Вот Либераторы криво стоят, но одного убивает Дрога. Хэппи вычинивает одного, второго пытается выбить, не так-то просто это сделать. Танк пересиживается сейчас, второй танк пересиживается. Марьяки даются, всё, Дрога развалил Хэппи. Либератор хоть и атакует, но ничего здесь не решает. Ну, вот Либераторов не контролил вообще. Стрель, вот один вперёд, один сюда, всё, мне кажется, Хэппи разобрал бы. Ну, тут это так, это уже... Хэппич просто сливается специально и всё. Разве стал бы он на базовую хрень какую-то играть, если бы в плюсе был? Я думаю, что нет. Минку забыл, Минку давно сюда мог перекопать. Три рабочих, вывел неплохо. Танком прилетел Харасик. Я не знаю, Хэппи нереально много надо наубивать, чтобы он хотя бы приблизился к Дрогу. Минка, кстати, на КД. 47-65, пурабам. Танчик улетает. Ещё залп. Минка здесь уже задолбалась. Рабочих нащёлкивать. Хэппи копится, Либератор. Полетел сейчас. Стимпак заказывал. Неужели Хэппи здесь ещё тут затащит что-то в этой игре, которое ничего не решает. Апсервер Дрогу наконец-то запилил. У Минки КД 9 секунд до КД. И, кстати, её нечем особо. Мазерфор может не успеть. Выбил 4, 3, 2, 1, 0. Залп! Не успел! Ё-моё! Как не успело-то уже наведение пошло. Долю секунды какую-то не успело. Минка до выстрела. 79-50 по лимиту. Стимпак 2, Гваракова, Хэппи. Ну, что-то пытается сделать. Там самое главное, что у оппонента нету 3-го Никсуса. И, значит, шанс какие-то маленькие есть. Стим делается. Может, Костим, может быть, доделается там. Я не знаю. ЦС-шка готова. Нужно вылетать сразу Хэппичу. Булла кинул, полетел с ЦС-шкой. Ну, что, Дрога идет вперед с Блинком. В Хэппи нету Стима. Он понимает, что нужно сваливать. И сваливает. Дробчик прямо под виженом оппонента. Но это полный провал, я вам скажу. Нет смысла лететь. Морики без Стима, тем более. Здесь 3-х. Ну, если 65-100, то да нету-то с такой ситуацией тащить уже. Прохлада полная. Призму Хэппи выбил. Адептов оставил. Здесь одних против 4-х адептов Морики. Да, здесь бы, наверное, они бы даже убили бы. Медиваки не смогли бы вылечить всех. Стимпак готов сейчас. Стимпак часа Хэппи. Что, Мазеркор может выбить? Нет, здесь наставил у верчажа сейчас Дрога. И улетает Хэппи отсюда. СС-шка вылетела вниз. 104-72. Чупакка по-боевому не вообще провал полный. Нужно щиты Мариком запилить сейчас. А то без щитов вообще печально всё выглядит. Идёт Дрога вперёд сейчас. Танчика парочку есть у Хэппи. Но здесь наломываться на такого тирана смысла я не вижу никакого абсолютно. Если Дрога наломится, то будет ошибка серьёзная с его стороны. Хотя, может, он рассчитывает на то, что Марики без щитов. Понятно, на что он рассчитывает, если он хочет наломиться. А, ну вот. Адепта на мэна здесь налом. Здесь ГГ, ребятки. Очевидный момент. Но Хэппи здесь и не старался изначально. Понятно, здесь билд такой печальный был. ГГ, пишет Хэппи. Он уже не вышел из группы. Ну, я не знаю, раз уж писался играть, надо до конца было играть. Матч престижа. Короче, 2-3 Хэппи, 2-3 Дрога. Так, они отыграли. Ничего, эта игра уже не решала. К сожалению. Ну, а теперь уже точно в 7 ББ. Завтра в 13.00. Приходите смотреть. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...